Великая Отечественная война В городе Черкесске живет удивительная женщина. Зовут ее Надежда Павловна Попова. Подлинной датой ее рождения является 30 июня 1919 года, а в документах указан 1922 год. Эта хрупкая, молодая девушка воевала в роте разведчиков. Какие только испытания ей не подбрасывала судьба. Но она не сдавалась. На сегодняшний день у нее большая, дружная и любящая семья. Нам удалось пообщаться с Надеждой Павловной благодаря ее дочери, которая с удовольствием рассказала нам историю ее семьи. И ее вы услышите прямо сейчас. Ольга Сергеевна, познакомьте, пожалуйста, нас с членами вашей семьи. Это моя мама, Попова Надежда Павловна, участник двух войн, 95 лет. Это мой сын, младший, пятый, Саша. Это мой внучок, Никита, старшая дочка и ее сын. Приятно со всеми познакомиться. Большая у вас семья, пятеро деток. И расскажите, пожалуйста, историю дома, в котором мы находимся. Ну, эти дома были железнодорожные. У меня мама и дедушка, мама и отец были железнодорожниками. И когда тут были сначала в 48-м бараке, они их прислали сюда поднимать, в Баталпашинскую станцию восстанавливать. И вот с этого момента они с 48-го года здесь и живут в бараке. Потом построили этот дом, им дали эту квартиру. И вот мы все, я здесь уже, уже меня привезли сюда. Мне было год, я 58 лет уже живу здесь. Ваша девичья фамилия Попова? Да. Вот расскажите нам о ней. Откуда родом ваш отец был? Ну, у меня вообще... Мама взяла свою фамилию после того, как отец у меня погиб. Он был на службе, как говорится, после войны остался на службе. И нам, так как он знал пять языков в совершенстве, мы жили отдельно. Когда мне было три года, отец погиб. Вообще у меня по отцу я должна быть Александрович. Нам не разрешили этой даже фамилию взять его. И потом мама осталась по своей девичьей фамилии Попопова. Это фамилия моего деда. Но семья у нас действительно знаменитая. Она железнодорожная. У меня и бабушка, мама на мама, и дедушка, и железнодорожников. Ну, дедушка у нас еще, его родители купцы были. А железнодорожники и купцы, инженера, как говорится, инженера и купцы. А бабушкина фамилия была Соловьевич, дед, ну, своя. Вот. А бабушкина и мама Павловская. Так что был полный, до революции был полный визельянцев. Но никто не возражал, и они пожелились. Бабушкин отец, вот он он, Михей, дедушка Михей Соловьевич, он был членом совета директоров Северо-Кавказской железнодороги еще в царское время. Вот эту Северо-Кавказскую железнодорогу, Минераловодскую линию они строили. Вот. Сами они жили в Санкт-Петербурге, мы потом приехали там, строили он сначала, потом сюда вот. Это вот ее... Отец. Бабушкина и отец. Вот. Это его вот жена, рожденная Павловская тоже. Это ваша прабабушка? Это прабабушка моя, Павловская. Это вот бабушка Кустуся, полячка наша. Ну, у нас Соловьевичца польская фамилия. И по-гласски это вот мама нашего моего предкета, это прабабабушка. Так это сколько этим фотографиям лет получается, что это прабабабушки? Да. Ну, давайте посмотрим, тут, может быть, есть где-нибудь. Вот. Не написан год. Ну, если у меня моя бабулечка, вот ее уже более современная фотография, последняя уже, что может быть, 1881 года рождения, то это же как-то даже уберешь и думаешь, боже, сколько лет этим фотографиям. Действительно, вот они, видите, они все вот, все в хорошем состоянии. Такие, не знаю, какие наши будут фотографии, но вот это вот. А это вот бабушка и дедушка моего дедушки-родителя. Вот у него бабушка Наталья у нас. Куптиха. Вот это наша бабушка маленькая. Совсем. Это мама-мама. Мама. Это моя мама. А, ваша мама. Это моя мама совсем маленькая. Вот она. Вот она маленькая. А это вот тоже дед. Ну, вот моя бабулечка, бабулечка, она еще до войны закончила, ну, тогда был свой очень престижный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. Ну, потом она работала очень долгое время. Ну, как сейчас говорится, филиал очень известной фирмы швейной. У нас Зингер. И она, ну, как сейчас, как сказать, она была, если на советское, это то, менеджер по продаже. Угу. Вот. И компания Зингер ей подарила именную машину. Она у нас стоит, мы ее убрали. Она очень ценная для нас. Она еще шьет, но просто ее поставить никуда. Поэтому. Вот бабуля у нас так работала. А познакомились они с дедуле уже на железной дороге в Ростове-на-Дону. Уехали они то с Ростова после войны сразу. Потому что мама, когда пришла в 47-м, ее демобилизовали, у нее была сильная малярия. И в Ростове ее без конца отпустило. Малярия вот эта вот. Без конца были. И они решили приехать сюда, так как они все, ну, отцов с Минвода, они переехали в Минводы. В Минводы переехали. Дедушка у меня, мама, папа, был бухгалтером на железной дороге. И его переслали сюда. Поднимать. Потому что там жить не было, квартиры не было. А здесь были, здесь были эти бараки свободные. И вот в этих бараках они и жили. Благодаря, ну, просто их прислали, привезли, чтобы негде было жить. Ее мама здесь у нас. И она здесь не болела, поэтому у нее не было приступов этих. Ну, все решили ради нее здесь остаться. То есть, а родом сами откуда были родители? Если бабушка в Питере училась, с дедушкой познакомилась. А корни? А корни у нас питерские. У нас питерские корни оттуда. Но так как дедушка, бабушкин отец, строитель железных дорог, вот где стройка идет, туда и попросит. Последнее, откуда он уже ушел и где он похоронен, это минеральные воды. Минеральные воды. А потом они в Ростов уже уехали. Сколько родных братьев и сестер у Вашей мамы? У мамы была... Мама самая старшая и двойняшки. Баба Женя у нас была и дядя Володя. Их дядя Володя. Вот два брата. Брат и сестра, который на 10 лет младше ее, но уже никого нет. Она одна осталась. И я у нее единственный ребенок. Единственный ребенок? Да, единственный. Но она, наверное, с Вами делилась всеми впечатлениями о своей молодости, воспоминаниях ее. И тяжелые времена прошла Ваша мама, и добрые, хорошие были времена. Расскажите нам, пожалуйста, о них. Мы бабушку не будем тревожить? Ну, у нас как-то повелось. Бабушка моя, ее мама всегда говорила мне, Олечка, твоя мама очень... Она действительно, у нее очень много родинений. Она очень... Болезненный человек у нас. После войны она застуженная, простуженная. Она говорила мне всегда, заботься о ней. И вот мы как-то вот постык один другому передаем, заботимся. И у нас так получается, что у нас каждый заботится о друг о друге. В семье вот это вот у нас осталось. Это только мама моей, бабушка моя, бабулечка моя, только вот она так нас сплотила, научила, да. А второе, никогда не понимала, когда мне говорили. А моя мама меня не понимает. И вот я у своей... Благодаря вот ей, как она со мной, я не была ее дочкой, я была ее младшей сестрой. Она была у меня подружка с плетицей. Мы все друг другу доверяли, мы все друг другу обсуждали. У нас всегда бабушка, ее мама всегда мне говорила, свои корни забывать нельзя. Кто забыл свою корню, это уже не человек. Но у нас единственное, что... На революцию почти всех расстреляли. Вот только остались бабушкины. Мы вот это вот и все. И вот поэтому мне тяжело было, мне не знаю. Мы с ней всем делились, с мамой. И с бабушкой мы делились, я делилась. И никогда не было, чтобы мне сказали, а ты вот выругали. Нет, меня подскажут, расскажут. Если они права, выругают. Но никогда у нас не было такое, чтобы... Мы ругались прям, я не знаю, все удивлялись. А кто вы, говорит, не ругаетесь, я хочу ругаться. Мы можем спокойно поговорить. Поговорить, рассудить. Я могу, если я что-то вспылила, я ухожу. Бывает, все в семье бывает. Я вспылила, я ушла, я пришла. Мам, ну что, давай чай попьем. Ну давай чай попьем. Все и спокойно. Она всегда вот экономная у меня. Она говорит, ты не тренджирь. Я говорю, мам, где не тренджирю? Ну это те времена, к сожалению, научили, да. Да, всех. И она, и сейчас вот то, что они в меня вложили, это с бабушкой, это мне сейчас даже... Бабушка у нас и революцию пережила, и 905-й год революцию пережила, ее мама. И Великую Октябрьскую пережила, и Гола пережила. Она мне всегда говорила, Оля, кто бы к тебе не пришел, какой бы голод не был, но если к тебе пришли люди, обязательно их накормим. Последним, сама голодная, останься, не накормили. Да, ее мама в войну, сама ходила пухлая, но на приходящего, здесь можно называть тут это супом, немножко крупы, и вообще без картошки и вода, и чуть подсолено, но она на приходящего всегда оставляла. Дарилку сама вот, и, не знаю, так у нас повелось. Женщины у нас всегда были, дедушка у меня, бабушка всегда ей, я всегда говорила моей маме, и бабушке надо памятник при жизни ставить. Дедушка потерял в революцию обе ноги выше колен, и она его не бросила, она с ним мучилась, она с ним пока он высокий, широкоплечий, по два метра ростом, всегда энергичный мужчина, а вдруг калека. Это же трагедия для мужиков, когда мужчины-то вообще. И вот она его всегда поддерживала, всегда вот он, всегда. Я, в общем, у меня семья, наподобие бабушки и дедушки, я всегда ориентируюсь на них, вот, чтобы так было. А царя, я совершенно не помню, мама моя больше замуж не вышла, ну, наверное, не нашла такого, как он был. Поэтому вот именно, что у меня в семье так, это я всегда равняюсь на мою бабулечку, она у меня очень умная женщина была. По вашим словам, я понимаю, что бабушка очень много в вас вложила. Ну, мамочка у меня закончила после войны, закончила, уже не стала в Ростове, на последнем курсе ее забрали, она в химии в институт, она химик была в будущем, на войну, поэтому она не стала, она пошла просто, закончила курсы преподавать, учителей тогда были, потом в институт пошла. В общем, она была у меня учителем русского языка и литературы, и немецкий язык, она в совершенстве знала немецкий язык, это дедушка ее... То есть это уже после военной? До военной, да, она была берегучка. Она сначала была, как медсестра, ну, сейчас у нас, я не знаю, сейчас у нас, по-моему, не уделяют такого, чтобы люди обладевали хоть какой-то профессией военной, ну, там, медсестры, ухаживают за больными, но после, когда она была, вот, училась в школе, это все заставляли просто делать. У нее есть, она водитель третьего класса, у нее есть удостоверение водителя третьего класса, тоже это обязательно надо было. Она медсестра. Вот, и, поэтому, она закончила, и немецкий язык был, как сейчас, английский обязательный, тогда был немецкий язык обязательный, она сдала в совершенстве, у нее был говор, даже акцент, как южные немцы разговаривают, поэтому она у нас большую часть войны провела, с передовой ее забрали, и она провела у нас в разведу, вот, вот ее как раз, вся разведка. Война вторая? Да, вот ее она, вся вот она, разведка ее при полку была, вот наша мамочка моя. После войны, после войны она стала педагогом, сначала поработала в лаборатории, потом она, мол, забудет, но потом она вспомнила, это не ее, она у меня педагог, и сестра ее была педагогом тоже. Здесь уже в Черкесске они работали? Нет, она работала в Амаловской школе, это Курской район, там я и родилась, вот в Курском районе, потом меня в год сюда кювезли к бабушке, дедушкой. Вот, а кто сейчас, ну я не могу судить, я не педагог, что сейчас там делать, а раньше она отвечала за все, она должна была проводить политинформацию среди, после войны, все-таки, было еще не очень много грамотных пособий у нас, у нас на Кавказе. Она проводила политинформацию, она ходила по домам, спрашивала, как быт у них налажен, как смотрела. У нее был кружок танцев, она хореограф была, она в детстве ходила в балетную школу, в Ростове-на-Дону. Вот, и ей некогда, просто она уходила очень рано, и приходила очень поздно, мне, мной заниматься ей было некогда. Садика в деревнях тогда не было, и поэтому меня забрала бабушка. Растить ребенка одной, это, конечно, сложно, но при всем при этом, мама полностью посвятила себя, всю свою жизнь. Да, когда у нас здесь вот было, где-то дедушкина злокомната, и у нас всегда портрет ее большой-большой висел, но здесь нет ее фотографии, как у нас портрет, а что? Нет, она уже слишком старая, наверное, прошла. И мне всегда говорили, я когда спрашивала, у меня что-нибудь бабушка-дедушка разговаривает, потом мама вспоминает то же самое. Где мама, Олечка? Я говорю, вот, на портрет твоя, а когда она приезжала, я говорила, Олечка, девочка, я, а я смотрю на нее, говорю, нет, мама, вынь. Для нее, по-моему, это было очень, надо все посмотреть, я так плакала, я так, говорят. Я говорю, мам, ну я же была маленькая, да, маленькая, но мне никогда не говорили, что мама тебя бросила. Нет, они говорят, мама занята, мама работает, надо много работать, чтобы получить денежку, чтобы тебе купить платье, чтобы тебе то сделать. Поэтому мама работает, а ты с нами. Ну, как-то она приезжала, потом, когда ей уже нельзя было преподавать, она охрипла. Сказали, не потеряет горло, или горло было, она приехала сюда, и мы, здесь уже она, все ковидры на эгострои работала, инженером по комплектации, вот, строила наши кубанские ГЭС, ротан строила, обсерваторию, вот на обсерватории мы как раз, я тоже там была, когда только, но только привезли телескоп, и вот показать, что вы строите. И вот я там тоже, мы с мамой была, и уже после этого она, да, и куда нам, бабушка с дедушкой, ее сестра уехала, она преподаватель, туда ее послали. Рядом был дядь Володин, у него своя семья. А мы куда? Ну, куда нам некуда, нас бабушка и дедушка надо было. Мы, да и не против никто был, с бабушкой и дедушкой жили. У нас у меня еще два брата есть, это старшая сестры, ее тоже здесь воспитывались, так как она преподаватель, тоже учитель. И вот мы в Традиум, старший брат, он меня с мамой, мама с трех месяцев воспитывала, воспитывала его, и у Виктора. Ну, вот он меня выменьшил до года. Он как-то вот близки. А средний брат, Сережка, меня научил драться. И я дралась не как девочка, я дралась как мальчишка. И мне, ну, дралась как, если меня кто-нибудь обидит, я уже не беру жаловаться. Я сама. Сама сдать выдаете? Да, сама. А вы на кого отучились? Кружая педагога или... Нет. Когда я закончила 10 классов, встал вопрос, куда идти учиться, тетя с мамой сказали, и не думай педагогически через наши трупы. Я пошла на технологии молочной промышленности. Я закончила с отличием института, как бы Кабакиноболгарский университет. Но здесь работать мне было негде. Я тоже уехала. У меня распределили по... Это, ну, в этот прохладный город. Ну, мне мама тут, а город прохладный очень далеко даже. И я... В общем, я уехала туда. Квартирула себе? Да, куда мне? Вот сюда я приехала. Она так как-то и не требовала, но всегда говорит, я скучаю. Ну, конечно, скучаешь. Мама уже одна до двух. Одна-одна была. Уже все... Старший женился. Один и второй, уже она одна. Скучно ей было. Ну, она работала, она работала даже... Уже на пенсии была и работала. Ну, я приехала. И поступила в вычислительный центр. Работать оператором. Ну, потом закончила Ростовский техникум ЦСУР СФССР в статистике. Я еще по... Самая техника... По написанию программ. Программист. Ну, мне показалось, что он мало с мамой. Это у меня вот сидит единомышленник. Она сказала, так, идем юридически. Чтоб ты знала все, еще закончила юридически. Старопольский. А вы то бекем работали? Бухгалтером. Ну, статистика, что я инженер-программист, техник-программист. Там и экономист, и бухгалтер. Вот на этом образовании я бухгалтер. Свою половину вы в каком году встретили? Я вышла замуж рано. Не знаю, мне показалось, он так ведь не любит. Мне его жалко стало. Вышла замуж. Моему мужу первые трое детей, они родные ему. Моего второго мужа только двое детей. Это Нина и вот Саша. А все трое старших, это не его. Дети моего очень любят. Я себе скажу, что это мои дети тоже. Он говорит, как это твои? Это вообще и наши. Да. Он старшую дочку, вот Надюшку, он вообще, это его любимица. Это никто не подойдет к ней. Егор тоже. А Егор вообще, ему три месяца, три года было, когда мы сошлись. Вот ему 29 лет. Вот она, вот он маленький такой. А больше его тут и не... А вот он еще маленький, вот на свадьбе дочери. Вот она. Как зовут вашего супруга? Игорь Александрович Лисин. Игорь Александрович, он на 8 лет на ложе меня. Я работала в советское время, работала и на двух, на трех работах. И я приходила к Зангилу Константиновичу, говорю, Константинович, у вас там уборщица нужна. Ну, я говорю, одна воспитывает троих, он говорит, я все понял, заведем тебе трудовую работу. Я работала, я убирала. Он там работал, составителем. Вот видите, железная дорога, вот все железная дорога. Бабушка, да. Бабушка на железной дороге. Вот единственное, у меня мама своего мужа встретила на войне. Так, все железные дороги. Ну, вот. И он, значит, выхаживает за мной, но я сказала, у меня трое детей, отстань. Он тогда остался, посмотрел на детей. Они как-то сразу вообще язык нашли. Я не знаю, я на работе сработала, на работу сработала, на работу сработала. Да, и потом он пришел, поставил чемодан, сказал, мне нравится, уходи. А я буду тут с твоими детьми. Ну, так вот и живем. Дети все дружные у меня, один за одного. Вот когда этот появился, это у меня трудный ребенок, я тут срок работала, дела, у меня в чем, поставили, в общем, диагноз, что я умираю, у меня рак, а у меня отказался, вот. Такая приятная больница. Да, да. И мне все сказали, мам, и не вздумай ничего делать, этот наш, и все, дочка из Санкт-Петербурга, она закончила колледж Санкт-Петербургской МВД России, и она приехала, сказала, мам, я вот рядом, я буду помогать. В общем, они не чувствуют, что отец у них разный, что они не родные, вот только по мне. Нет, они все вместе. Они друг друга помогают, вот это вынечила Надя, и Надя Шигорова меня вынечила, Нинку вынечила, тоже помогала у бабушки. Как будто своей маме расскажи. Ой. Мам, только не плачь. Спокойно, расскажи о мамочке. Это моя мама. Что тебе рассказать? Это был предавыщий человек. У нее находились добрые слова для всех. К ней обращались не только родственники, но и чужие за советом. Бабушка всегда отвечала им всегда. Бабушка не гордилась мне ничего. Она говорила, что можно, что нельзя, что нужно. Я так думаю. Она не говорит, что делай так, как я сказала. Она говорит, я бы делала вот так, вот так, вот так. Мягко. Вот. Прекрасный кулинар. Она всегда, бабушка моя, всегда была чем-то занята. Всегда. Она никогда не была свободная. Ну вот это-то, что-то из военных. Мама, наверное, русская. Ну вот, про войну что-нибудь расскажешь, нет? Если тебе не тяжело. Про войну тебе нравится? Да, расскажите, пожалуйста. Если тебе не тяжело только. Ну, хотя бы про зимит. Вот ты зимняя была. Я была разведчиком. Расскажи это. Причем разведчиком полковым-то был. Тайным разведчиком, понимаешь? Натура. Я хорошо знала немецкий язык. У меня папа хорошо обладел немецким языком. и вверхах, я не знаю, кто я сейчас уж не помню, но вверхах меня сделали контрразведчиком. Я дурака валяла среди офицеров немецких. Притворяла дурочкой. Вот. И где можно, я передавала данные. Но дело в том, что... Дело в том, что, понимаешь, я не имела права засветиться. Я не имела права засветиться. Я передавала третьему, второму лицу, а второе лицо уже передавала третьим, уже куда надо. И получалось, что не я данные собирала, а та, которая передавала. Но я не против против. Я выполняла то, что мне было положено. Вот. Училась я в университете. Вот. Я прямо отвечала в физику. Отличником была. Отвечала в физику. А за мной пришли. А вот тут началась война и за мной пришли. Меня зашли вороток. Говорят, что я, мол, как бы, ну, дезертировала. Мне пришли дезертировать. Дезертировать. Ну, Василевский царство ему небесное меня защитил. Вот. Меня, значит, не расстреляли, поэтому... Понимаешь, я не думала... У меня в голове страха не было, а было только одна мысль, как бы мне выкрутиться из данной ситуации. понимаешь? Вот... Ну, никто не верит мне, а я не думала о том, о страхах, что война, что... Я думала, как быстро... Вот. Как бы найти человека, который передать данные. Ольга Сергеевна, спасибо Вам за интересный рассказ. Познакомили нас с Вашей мамой. Да. Мне очень приятно знать такого человека, благодаря чьему поколениям мы сегодня живем спокойно и мирно. Дай Бог здоровья Вашей мамочки и Вам и Вашей семье. Спасибо большое. Дай Бог Вам тоже всего самого наилучшего. Моя бабулечка всегда говорила мира и здоровья. Остальное Вы сами добьете. Субтитры создавал DimaTorzok